Девушки отдыхают Да, Риночка, за тебя, Тимофей. За вашу Ваньку отличнее. Пойду-ка, дойду к ним. Пусть пацан растет умным, как мама и красивым. Как мама. Как Брэд Питт. А ты случайно ничего не перепутал? Все четко. Приемной жене и ты человеком стал. Мне бы такое, эх. Можно я скажу? Да. Слово свекрой закон. Ну, Риночка, слушай вердикт. А вердикт будет такой. Дорогие мои дети. Риночка, сынурка, спасибо вам за внук. За ваш домашний очаг. Возле которого и мне тепло. А тебе, Риночка, любимая невесточка моя, спасибо за сына. За твою любовь и терпение. Вот это да. Да. Да, Тима, да. За то, что у тебя и дом в порядке, и муж в пределе. Ну, тогда давайте, я скажу. Давайте хоть выпьем, господа. Горько. Нет, подождите. Тимочка, ты хоть и стал моим начальником, но на правах бывшей однокурсницы, я все-таки скажу. Скажу и выпьем. Ринуля, на нашем химическом факультете ты была самая лучшая, самая талантливая. И не спорьте. Да, никто же не спорит. Я про что? Ринка химик от Бога. Прекрати. На Нобелевку могла претендовать. Вадик, не перебивай. Тсс. Слышите, босс, хватит жену на кухне мариновать. Сына вырастила, тебя в блюде вывела. Пора из-за себя браться. За твоё, Ириночка, развитие на нашем ударном химическом производстве. Вот так. Вот так сказала. Да. Ты знаешь, мне и у семейного очага неплохо. Ну, работа бы тебе не помешала. Ура. 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 От шеф-повара по спецзаказу. Поздравляем молодых с юбилеем. Он съедобный? Конечно. Он настоящий. Попробуйте. И фата. Да. Ну, Тимочка, молодец, постарался. Слушайте, а можно я невесту съем? Я обожаю глазырь. Да, такую женщину, как и Риноле, точно хочет съесть. Вадик. Ну что, жаль, что она на первом курсе меня сразу отшила. Правильно сделала. Тимофей, я тебе завидую и давно смирился. А я семь жениха. Да. Точно. Это моя песня. Твоя песня. Да? Помнишь? Я даже не думала, что ее до сих пор здесь поют. Я все помню. И люблю, кажется, еще больше. Правда? Правда? Ну, хорошо. Праздник старых свечей, торжества ненарушенных правил. Нет высоких речей, и открыток никто не отправил. Бой старинных часов, приглушенное пламя камина. И скрипящий засов, отвращение блудного сына. Все простится сейчас, что в прощении теплых границах. Лишь бы свет не угас, нам одна темнота не простится. Лишь крустальный бокал исцелением проходит по кругу. Каждый раз перекал, мы спасением будем друг другу. Спасибо. 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 Спасибо тебе. Ну, что? Это было просто потрясающе. Ты так давно не делала. Ты большая умница. Молодец, просто потрясающе. Да. Праздник. 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 Да. Привет. Я, я же объяснил сегодня никак. Да, да. Завтра. Завтра, как договаривались. Ну, чего ты, не злись. Ну, съездим обязательно, обещаю. Я отменил занятия со студентами. И на фирму не пойду, и дома что-нибудь придумаю. Придумаем. Ну, обещаю. Ну, ты что, хоть чтоб я поклялся? Леночка, пожалуйста, не истери. Я же сказал, дома что-нибудь придумаю. Приеду обязательно. Да. Все, не волнуйся. Леночка, не волнуйся, Леночка, пожалуйста. Я не могу сейчас говорить. Все, все, все. Хорошо. Привет ему передавай. Да. Все. Все, 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 не могу. Давай. Поехали, быстро. Как скажете. Поехали, быстро. Как скажете. Рина, что случилось? Куда ты исчезла? Мы тебя по всему ресторану искали. Да, мам. Да. Мам, все нормально, она дома. Я не знаю, буду сейчас выяснять. Все, ложись спать. Не могу говорить. Пока. Так, что случилось? Почему не предупредила? Перед ребятами стыдно. Стыдно. Ты извинился? Что значит, ты извинился? Я ситуацию спасал, как клоун. Ну, можно было сказать. Может, объяснишь? Да. У меня голова разболелась. Голова? Угу. Угу. И что, таблетки есть? Точно. Я не понимаю, что за взгляд. Послушай, я хотел тебе устроить праздник. Старался. Ты же знаешь, не до веселья сейчас. Угу. На фирме проблемы. Командировки, студенты. Ладно, беглянка-хулиганка. Давай так, я из командировки вернусь. Еще раз с ребятами сходим. Ну, чтоб все это замять. А то неудобно как-то, да? Ну, да. Конечно, сходим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рина, ты спишь? А чего ты тут легла? Мне надо в командировку на два дня. Там выездной семинар со студентами. На химкомбинате. В общем, ты спи пока. Рано еще. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я. Мы уезжаем. Нет, ничего не случилось. Не-не, только, только я и Ванька. Да нет, все в порядке. Просто надо к маме. Ну, что произошло? Вчера сбежала, не попрощавшись. Сегодня придумала уезжать. Да все в порядке. Послушай, послушай, может у тебя, ну, может у тебя кто-то появился? Нет. Никто у меня не появился. Сбежала? Да я не сбежала. Просто голова. А что, Тимофей вам не сказал? Давай я к тебе приеду. Посидим, поболтаем. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я постараюсь понять. Помочь? Я ведь тебя очень люблю. И я вас. Я вас тоже очень люблю. Поэтому позвонила. А что с голосом? Что голос? Нормальный голос. Лидия Николаевна, я просто еду к маме на несколько дней. Главное — сохранить семью, а не сбегать. Лидия Николаевна, конечно. Да, по приезду обязательно. Все, я вас целую. Пока. Вань, милый, просыпайся. В школу ты сегодня не идешь. И на контрольную тоже. И на контрольную. Давай-давай, вставай. Слушай, милый, нам с тобой нужно сегодня уехать. Быстро. Давай руки вверх. Папа знает. Папа. Папа узнает. Давай, одевайся и умывайся. Держи. Папа. Подписывайтесь на один вопрос. У вас телефон разрывается. Что? Я говорю, мобильный у вас разрывается. О, спасибо. Да? Да, это я. Алло? Да, Тимофеич Рыбаков мой муж. А что? Что? Извините, пожалуйста, очень плохо слышу. Что? Что? Как? А где это произошло? Да, я поняла. Я сейчас буду. Спасибо большое. Да, сейчас подъеду. Да-да, до свидания. Извините, пожалуйста, нам нужно остановиться, развернуться и вернуться обратно. Что? Я вас прошу обратно вернуться. Мне нужно вернуться назад. Послушайте, вы сначала определитесь, куда мы едем, а потом… Я прошу остановить машину и вернуться обратно. Что непонятного? Хорошо, хорошо. Сейчас развернемся. Мам, чего ты кричишь? Ваня, прости, прости, дорогой. Поспи еще, поспи. Я тебя сейчас к бабушке отвезу. Я вас прошу, пожалуйста, отпустите меня. Ну, отпустите. У меня там мальчик дома один. Слышите? Тихо-тихо-тихо-тихо. Я вас очень прошу, подождите, отпустите меня. Вы слышите? У меня там мальчик один. Отпустите меня домой. Няня придет только в четыре. Вы слышите? Да какой домой? Вы с ума сошли? Отпустите меня. У меня там ребенок один. Вы слышите? Женщина, вы слышите? Сходите ко мне домой. Техническая двадцать шесть, квартира восемь. Прошу, сходите к нему. Извините, я не могу. Он проснется, ему будет страшно. Вы слышите вас очень прошу. Я не могу. Мне надо к мужу. Пожалуйста. Ой, мама. Ой, мама, Господи. Я схожу, я обещаю. Да сходит она, сходит. Не волнуйтесь. Я поняла. У меня у самой ребенок. Я схожу. Ой, мамочки. Подождите. Подождите. Что с ним? Кто вы? Я его жена. Тима. Тим. У него травмы позвоночника. Подождите там, пожалуйста. Я, я должна с ним поехать. Вам все сообщат. Я его жена. Ну, как там? Что? Кто? Ну, Щербакову. Он как? А вы простите, кто? Да, в принципе, никто. Но это я скорого вызвал. Вы? Почему вы? Ну, потому что это я их вез. Ну, я ехал, смотрю, у них машина сломалась. Я остановился. Ну, чего ледяне подвезти? Нет, поначалу все нормально было. А потом вдруг бензовоз навстречку вырулил. Я попытался свернуть, но не получилось. Меня-то выкинуло. Я вон на ушибом оделся, а их здорово покорешило. Жена вроде в порядке, а вот муж… Я решил дождаться, ну, чтоб узнать, как дела. Все равно я на работу опоздал, и еще показания в полицию нужно дать. Он с женой ехал? Угу. Они вроде ехали дом покупать. Забавная пара. Всю дорогу ссорились. Все-таки это Явина. Вот надо было раньше свернуть ей. А вы родственница? Родственница? Угу. В смысле? Я его жена. Подождите. Простите. То есть, та девушка, она… Простите еще раз. Нечего тут стоять. Вас к нему не пустят. Ему еще пару дней, надо быть в реанимации. Я хочу с доктором поговорить. О чем говорить-то? Жизнь не опасности. Задет спинной нерв. Возможные осложнения, но жить будет. А пока это все. Можете вечерком прийти. Врач будет на дежурстве, он вам все подробно расскажет. А сейчас у него новый пациент. Идите. Ой, слушайте, принесите там из дому вещи. Чашку, полотенце. У нас с этим напряженка. Идите. Не надо тут стоять. Ничего не выстоите. Да, Маш, привет. Что? Риноль, мы тут Тимофея не можем отыскать. Случилось что-то? Тут такое дело. Тимофей в больницу попал. Похоже, что надолго. Вы там в офисе как-нибудь сами пока. Хорошо? Подожди, как в больнице? Он же в командировке должен быть. Что с ним случилось вообще? В аварию попал. Подожди, а студенты как? И тут инвесторы беспокоятся? Машка, да какая командировка инвестора-студенты? Он женщиной был, ты понимаешь? Неужели со своей любовницей? Что? Машка, ты что, ты знала? Ну, приходила какая-то. Я пару раз ее видела. Да пустяки и все это. Глупая интрижка. Ну, все же знают, что Тимофей тебя обожает. Рин. Рин, алло. Ну? Рин. Девушка. Девушка, извините, родина. Что вам нужно? Просто тут такая ситуация… Получается, что я вдвойне виноват? Мне не нужно было лишнего болтать. Они не пара, просто сотрудники. Они ссорились, и мне показалось, что… Вам не показалось, и вы ни в чем не виноваты. Послушайте, как вас зовут? Рина меня зовут. Извините, я спешу. Ну, да подождите вы, ну… Меня Константин. Я хочу вам помочь. Чем вы можете мне помочь? Послушайте, правда, ну, мне очень неудобно. Я был бы очень рад, если бы вы дали мне свой номер телефона. Зачем это? Не, ну… А вдруг вам нужно будет какое-нибудь лекарство найти? Или отвезти вас куда-нибудь? Или еще что? Я очень вас прошу. Пожалуйста. Да, да. Хорошо. Записывайте. Угу. Вот он я. Мы живем теперь вот в этом чудесном доме. И приехали мы сюда. Вот на этой супер большой машине. Я самый счастливый муж. Потому что вот эта замечательная девушка, прямая жена Рина. Да, мой молодожен. Выходи. Аккуратно. Подержи камеру. Держу. А я подержу тебя. Оп! Тебе не тяжело? Нет. Ты же моя пушиночка. Ты что, меня так любишь, что будешь тащить до самого дома? Да. Ты мне телач, да? Конечно. Ура-ура. Ну все, все. Всем пока. Всем пока. У-у-у! Ку-ку, это кто у нас такой большой, толстый? Это я, да. Скажи, пожалуйста, скажи. А кто у нас песни поют? Ну-ка посмотрим. Кто будет, кто будет у нас сын? Я не скажу, не скажу, не скажу. Я в роддоме покажу. Ну, пожалуйста, ну скажи, Риноль, ну кто у нас будет? Ну, нет, Тим, нет. Мальчик, девочка? Нет, 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 нет. Я ж тебе сказала, нет. Нет, 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 нет. Не скажу. Ладно. Ладно. Я самый счастливый человек на свете. Моя любимая подарила мне сына. Уходи. 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 К més и мощи. Уходи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ваня, собирайся! Где его вещи? Да я его рюкзак на кухне поставила. Да объясни толком, что с ним? Попал в аварию, сейчас больница, что-то со спиной. Но я как выясню, я вам сообщу. Где рюкзак Ваня? Ой, господи, я сейчас же к нему. А к нему нельзя, к нему не пускают. Он в реанимации. Ой, господи, беда-то какая. Что? Лидия Николаевна, вы знали, что у Тимофея любовница? Да что ты придумываешь? У тебя шок. Ясно. Значит, знали. Я ничего не знала. Лидия Николаевна, ну как же так. Вы же для меня всегда были больше, чем свекровь. Я же с вами всегда всем делилась. Вы же, я вам доверяла. Вам вообще и как не стыдно? Как вы все знали и мне ничего не сказали. Почему вы так со мной? Ириночка, я знала, что Тимофея никогда не оставит семью, а это главное. Ты знаешь, мужчины иногда делают глупости. Но я всегда была на твоей стороне. Всегда. Господи, сколько раз я ему говорила. Ну сколько ему говорила. Выходят еще все, все давно. Так все вокруг меня знают, а я как идиотка. И все постоянно врут. И еще в этом ресторане. Фу. Ваня, собирайся. Я тебя умоляю, не забирай его. Не забирай его, я тебя умоляю. Я же не виновата ни в чем. Я не виновата ни в чем. Я жива. Ты пойми меня, Лидия. Я вас понимаю. Вы меня тоже понимаете. Тоже поймите меня. Ваня! Ириночка, я тебя прошу, не забирай его. А что? Что случилось? Все хорошо. Мы с тобой сейчас идем домой. Прощайся с бабушкой. Я даже еще не позавтракал. Я голодный. Голодный? Эй, да ты, милая, так все руки себе отморозишь. Ты ничего здесь голубо полезного не найдешь. Места надо знать. Эй, да у тебя беда, девочка. А че ты здесь ищешь-то? Ключи потеряла. От вчерашнего дня? Видимо, так. Так, тогда ничего не найдешь. Че его искать-то? Прошлое, оно в прошлом. Я вот давно ничего не ищу. Оно бывает. Жизнь, она такая штука. Главное, помнить, одним днем живем. Вчера на коне, сегодня под копытами. Главное это понимать. Я вот, что тебе, доча, скажу. Самое важное, себя не потерять. Да-да, себя потерять легко. Озлобится, разуверится, обидится на весь мир. И пропал человек. И душа его пропащая. Темная становится. Ничего не слышит вокруг себя. Только себя. А если она болит? Душа болит. Значит, не все еще потеряна. Значит, еще найдешь то, что искал. А я ведь правда искала. Я ключи искала. Не мои. Там один мальчик в квартире, а мать в больнице. Я ей пообещала. Я обещала, что я за ним прослежу. А я и… Да мальчик, а ключи-то здесь как оказались? Да выкинула я. Значит, свою беду вперед поставила? Да. Ну, ничего. Будем искать твои ключи. Куда ты их кинула? Вот, где-то здесь. Они? Спасибо. Да не за что. За то, что выслушали меня, поговорили со мной. А может быть, вам помощь нужна? Я сейчас… Эй, да нет, дочь, а это уже лишнее. Обижаешь. Я себе на хлебцам заработаю. Простите, я не хотела вас обидеть. Да ничего. Меня теперь трудно обидеть. Я свободный человек. Ты вот в благодарность прибегай как-нибудь сюда побеседовать со стариком. Обязательно зайду. Ну, беги. Беги, спасай своего малыша. Спасибо. Ох… Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, джинсы возьмем, футболочки. Так, и это возьмем. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Нет. Да. Тимофей никогда не приводил его сюда. Я ничего не хотела об этом знать. Вань, подойди ко мне. Мама, а мы скоро домой поедем? Да, дорогой мой. Я сейчас к папе в больницу схожу, а вечером тебя заберу. Договорились? Угу. Вот, познакомься. Это Павлик. Поиграешь с ним? Вот еще. Ну, Лидия Николаевна, я надеюсь, что вы справитесь. Я Ваню вечером заберу и сразу хочу вас предупредить. Как только Тимофей станет на ноги, я подам на развод. Рина! Я уже все решила, я… А вас я поздравляю. У вас теперь новая семья. И шапочка. Ирочка, вот это занесите, 208-я палата. Да, хорошо. Здравствуйте. Я вас отвлеку на минуточку. Скажите, пожалуйста, лечащий врач Тимофе Щербакова. Минуточку. Мне надо уточнить. Простите, это вы жена Щербакова? В общем-то, да. Что значит «в общем-то»? Изменить я. Пожалуйста, пройдемте ко мне в кабинет. Конечно. Проходите. Присаживайтесь. Ну, доктор, как он? Состояние мы стабилизировали. Но какое-то время, месяца полтора, ему придется побыть в больнице. У вас есть возможность оплачивать палату и реабилитацию? У нас есть… У мужа есть фирма. А я не понимаю, вы к чему спрашиваете? Ну, вам же потребуется не только лекарство и физическое восстановление. Нужны будут кресла, тренажеры, инструктор. Ну и, конечно, желательно отдельная специализированная палата. Возможно, лечение за границей. Подождите, какое кресло? Я не понимаю. Как же, вам что, разве не сказали? Нет. Поперечное поражение спинного мозга на уровне грудных и поясничных позвонков. Периферический паралич. Паралич? А что это значит? Проще говоря, ваш муж какое-то время не сможет ходить. Периферические двигательные нейроны поражены. Гипотония мышц. Подождите, как не сможет ходить? А… Ой… А долго он не сможет ходить? Что мы будем делать? Я назначил физиотерапию, гальванические токи, массаж, гимнастику, гризовые процедуры. Но вначале организм должен восстановиться. Я вам сейчас дам список необходимых медикаментов. Вы мне скажите, он выздоровеет? Вы имеете в виду, будет ли он ходить? Не знаю. Я гарантии вам дать не могу. Все зависит от многих факторов. Факторов? Каких факторов? Многих, милая. Прежде всего, психологической поддержки в сочетании с медикаментозными процедурами. Я вам очень сочувствую. Но поверьте, я сделал все, что от меня зависит. Теперь очередь за вами. Наберитесь терпения. И, пожалуйста, решите поскорее насчет содержания. К сожалению, у нас все спецпалаты платные. Я, я все понимаю, да. Угу. Да. Ну, если решите перевести его в клинику, вы мне скажите, я помогу выбрать лучшую. Угу. Спасибо. Угу. Да. Здравствуйте. Это Константин. Какой Константин? Ну, мы виделись утром. Я скорую вызвал в вашу помощь. Ах, да, да. Простите, вспомнила, да. Что вам нужно? Да я хотел узнать, как у вас дела. Спасибо. Все в порядке. Ничего не нужно. Спасибо. Все хорошо. До свидания. Подождите, подождите. Ну, может, все-таки что-то нужно? Да я, да я же вам объясняю, что ничего не нужно. Ну да, все плохо. Вы можете отстать от меня? Вообще идите к черту! Ну что, вы сходили за ребенком? Что? Ну, женщина-то, блондинка, помните? Ну, вы еще ключи ее взяли. Она просила зайти ребенка забрать, что ли? Родственница ваша? Да, сходила. Нет, не родственница. А, ну это хорошо. Что хорошо? Ну, что чужая хорошо. А почему? Умерла она. Как умерла? Вроде… Ну, вроде нормально была. Ее даже в палату перевели после осмотра. К нам тяжелого как раз привезли, его оперировать нужно было. Так она, бедная, даже до рентгена не дожила. Сильное внутреннее кровотечение. А что с вами? Вы же сказали, что не родственница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Помянуть надо, чтоб по-лицки было. Вот. Вот видишь, Леночка, чужие люди о тебе позаботились. Спасибо вам большое. А то мы и всем подъездом на похороны бы и не собрали. Леночка, был бы у тебя характер-то полегче. Так мы бы всем двором тебя провожали, вон как Степановну. А так нос задирала, прости господи. Не здоровалась ни с кем. Но это и понятно. Она ж не замужняя была. А ребеночка-то прижила. Правда, все говорила, что вот-вот замуж выйдет и тогда всем нос утрет. Ничего, ничего. У меня есть это… С кем малыш-то останется, а? С отцом. А, ну и правильно. Правильно. А то приезжал раз в месяц. Мужики. Ну, он любил, правда, пацанчика. И гулял с ним. Ой, а глаза такие… Нам уже пора. Извините. Мы пойдем. Да-да. Понимаю, понимаю, конечно. Вот, конфетку-то возьмите. Спасибо. За упокой. Благодарю. Благодарю. Спасибо вам. Я не знаю, как бы я сама со всем этим справилась. Да я рад, что я смог помочь. Тем более, родственников у нее не было. Да и соседям такие хлопоты ни к чему. Совсем не представляю, что дальше делать. А вы мужу сказали? Он в реанимации, к нему не пускают. Да и что… Что тут скажешь? Вот как ему это сказать? Ну да, ситуация. Попал, конечно, мужик. Что значит попал? Это вы так сочувствуете? У вас мужская солидарность? Нет, почему? Я… Я вам сочувствую. А его у меня просто жаль. Я же вам не врал. Они ссорились. Он вроде как дом ей купил. И они ехали смотреть ее. Дом. И еще ребенок на стороне. И пять лет вранья. И как вообще так могло все это кончиться? Костя, знаете, у меня ведь даже… У меня даже в мыслях не было. Я представить не могла. Я и сейчас до сих пор поверить не могу. У меня вообще все вокруг как будто в каком-то сне. Мы ведь хорошо жили. Да, жили. Но он уезжал в командировки. Потому что своя фирма, бизнес, студенты и эти семинары. Выходит, что все это вранье. У меня до сих пор в голове это не укладывается. Послушайте, вам нужно успокоиться. Вы так себя изведете. Ну, как успокоиться? Я не знаю. Ну, правда, я не знаю. Ну, не думать о том, что было. Не думать о прошлом. Люди ведь, они себя мучают чем? Они… Они постоянно копаются в воспоминаниях. В том, чего уж не вернуть. Понимаете? Не вернуть. Не думать. Вы знаете, а я сегодня… Я купила розы белые. Просто так, по привычке. Потому что он всегда… Тимофей всегда мне дарил именно белые. Выходит, и ей тоже. И все, что он мне говорил, ей тоже говорил. Послушайте, вы так с ума сойдете. Вам нужно о будущем думать, понимаете? Ну, хотите, я вам с Павликом помогу? Я вам могу к себе забрать. Нет, что вы, у Павлика теперь есть бабушка, отец есть. Это я… Это мы с Ваней теперь все потеряли. Но вы правы, сейчас… Сейчас нужно думать, что дальше. Нет времени. Нужно думать, что дальше. Еще мне надо разобраться с фермой и с… с лечением, с лекарствами. Еще надо его на ноги поставить. Поставить и на ноги. И что? И уйду. А вы как думали? Я только сейчас понимаю, что я вот зря все это время дома просидела. Ну, знаете, ничего. Я ведь еще смогу. Я… А у меня красный диплом, между прочим, был. Только черт знает, куда я его делала. Ну, пока вы его найдете, позвольте мне вам помочь. Ведь деньги на лечение нужны, правильно? Нет. Я и так вам очень благодарна. Но больше ничего не нужно. Спасибо вам за организацию похорон, за этот разговор, спасибо. Но больше ничего. Деньги я на фирме возьму, как-нибудь разберусь. А встречаться вот так, чтобы поговорить, мне сейчас на это просто нет времени. Я вон пацанов у свекрови уже второй день держу. Совсем замоталась. Я вам очень благодарна. Прощайте. 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 Один. Ириночка, пойдем чай попьем. Выглядишь, как с креста снятая. Спасибо. Не до чая мне сейчас. Ох, Вань. Вань. Вань, ничего, что я жду у тебя? Я здесь стою. Я тут с ними с ума сойду. Целый день, Грек. Ванька уже и так, и эдак. А этот домой, 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 домой. Ну, ни в какую. Очень нервный мальчик. Ваш внук, между прочим. Вань, я тебя очень прошу, пожалуйста, поехали домой. Ура! Домой, домой! Вань, собирайся! Домой! Мама, он что, с нами что ли поедет? Вань, слушай, у него мама в больнице. А мы с тобой должны за ним присмотреть. Хорошо? Ну, ладно. Ты что, обоих хочешь забрать? Ну, а что? Вы видите, что? Так, дети, а ну-ка. А ну-ка, дайте сюда быстро. Тихо, тихо. Андрей, ну… Так. А ну-ка, пойдем-ка со мной. Пойдем-пойдем. Давай-ка я тебе шапочку одену. Ой! Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Ирина, прости меня. Я же помочь хочу. Оставь их у меня, обоих. Ну, или Пашку. Ваня хоть в школу ходит. А Пашка, ну как ты с ним справишься? Да еще и больница. Ирина, детка, ну, одумайся, прошу тебя. Да я одумалась, Лидия Николаевна. Вот как раз теперь я одумалась. Ничего, Павлика буду в детский сад водить. Ваня пока на продленке. И вообще мне пора уже быть, как все нормальные люди. А вы о больнице не беспокойтесь. Тимофей я пристрою. И он поправится. Вот увидите. Господи, ты или святая, или дура. Спасибо. Спасибо. Павлуша, привет. Привет. Что, все хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, собственно… Я… Я родственница дальняя. А мама где? Я вам сейчас объясню. Павлик уже может? Да-да, Павлуша, беги, гуляй с детьми. Давай. Павлик, пока. Дело в том, что мать Павлика три дня назад, она погибла в автокатастрофе. О, Господи. Беда какая. А отец что? Он тоже в тяжелом состоянии, сейчас в больнице. Вы только Павлику, пожалуйста, не говорите. Конечно, конечно. Он мальчик непростой. Нервный очень. А тут еще такое. Ну, вы там отцу скажите, чтобы как выздоровит, получше смотрел за ребенком. Ему любовь нужна, покой. А то мать часто его последним забирала. Женщина, понятно, молодая. Но я считаю так. Если завели ребенка, так уж будьте добры. Да и папашу мы тут никогда не видели. Да, конечно. Я все передам. До свидания. Да, до свидания. Здравствуйте. В общем, как сквозь землю? А тут еще директор агрофирм наяривает. А я не знаю, что отвечать. Говорю ему человеческим языком. Автокатастрофа, больница, без сознанки. А он мне свое. Вынь да положь ему удобрение. Пять тонн. А где их возьму? Короче, больше никаких инвесторов и никаких договоров. Можешь это тоже выбросить. Всем привет. Привет. А чего такая тишина? Куда все разбежались? Вадик, ты всем, пожалуйста, передай. Либо завтра в девять на рабочем месте, либо пусть увольняется. Мы других найдем. Маш, хочу тебя попросить, подготовь мне, пожалуйста, всю документацию, всю отчетность по поставкам. Я должна быстро войти в курс дела. Вадик, к тебе у меня особенная просьба. Мне нужны деньги. На частную клинику, на лечение, на спецпалату. Ты можешь для меня к часу дня наличку достать? Вы чего, ребят? Вы же сами говорили, что засидел и что пора. Вы что, меня жалеете? Вы меня не жалеете. Все нормально. Мы с вами разберемся. Я научусь. Я быстро учусь. Ренуль, тут такое дело. В общем, не за что браться. Сегодня последние уволились. Зарплату им ждать надоело. Три месяца уже ждут. Так что ни налички, ни безналички. Я что-то не понимаю. Это как? Да вот так. Тимофей просто не хотел тебя беспокоить. Ну, вроде как, даже инвестора нашел. Но, сама понимаешь, ему сейчас не до инвесторов. Нам тоже не сладко. Он в последнее время свои деньги вкладывал. Оборота ж никакого. Мы тоже в стороне не остались. Вот, на нулях теперь. Ренуль, в общем, ты не обижайся, но я себе уже работу нашла. Я не понимаю. Он же собирался дом покупать. Где бы он на это деньги взял? Может, и собирался. Может, он свалить решил? А на тебя все долги испихнуть? Скотина он твой, Тимофей. Редкостный подонок. А нам теперь отдувается. Вадик, не надо так. Я и без этого хренова. Ну, неужели ты не видишь? Ренуль, словом так, денег действительно нет. Все деньги пошли на компенсацию зарплат. Вот. И, естественно, из-за бабы этой Тимофей в расход вошел. Так что за Тимка еще и долги. Ой, идиот, идиот. Что, не веришь? Вот бухгалтерский отчет. Зачем ты мне это даешь? Я в этих цифрах ничего не понимаю. Ренуль, понимать нечего. Голяк полный. Пусть, пустя, пустя, пустя. Пойдем, пойдем. Откройте, пожалуйста, заднюю. Ну, я вас прошу, я через пару дней все оплачу. Вот когда заплатите, тогда и заберете. Где это, видно, машину в долг ремонтировать? А я потом ищу свящи вас. Без денег в солому спать. Ну, пожалуйста. Ну что, будем пешком ходить? Угу. Ребят, я сейчас. Здравствуйте. Скажите, а как Тимофей Павлович, ему можно? Здравствуйте. А вы кто? Мы, мы у вас бывали, Ирина Юрьевна. Не помните? Мы его студенты. Он у нас практические занятия вел. А, вы старосты, я вас вспомнила. А к нему нельзя, не пускают пока. А что, все, все так серьезно? Ну вот, сейчас выясняют. Давайте так, я обещаю вам позвонить. Так что ваши дары можете съесть сами. Хорошо. Скажите, как часто он вас на предприятие возил? Ну, раза два в месяц. То есть, не каждую субботу. По субботам у нас занятий нет. А что? Ничего, я… Спасибо, что пришли. До свидания. До свидания. Извините, можно? Здравствуйте, Щербакова. Вот. Ваш муж уже в палате. Спасибо. Угу, отлично. Верочка, возьми, это пока что на сегодня. Я предписание оставил. Хорошо, Виталий Александрович, все сделаем. Как, это только на сегодня? Ну, а как вы думали, милая, и на завтра нужно будет, и на послезавтра. Полный курс. И, кстати, что вы решили насчет спецпалаты? Ему необходимо отдельное помещение со всеми препаратами, массажным столом. Угу. Он пока что лежачий больной. Мы его, конечно, поместили в спецпалату, но смотрите, если по финансам не получается, переведем в общую. Нет, не нужно в общую, я все оплачу. Скажите, могу его сейчас увидеть? А чего же нет? 306-я палата. Спасибо. Вот бабы-то. Надо же. А что такое? Да этот Щербаков с любовницей в машине разбился. Твоя Лена, она умерла. Мне сказали. А как же… Я ее похоронила, все сделала, как полагается, по-людски. Я тебе соболезную. Спасибо. Прости. Бог наказал, не выкарабкаюсь. Так и надо. Не говори глупостей. Врач сказал, жить будешь. Зачем? За тем, что у тебя сын. И не один, как оказалось. Я. Давай мы сейчас не будем речь не об этом. Тебе лечение нужно, лечение серьезное. Так что давай без оправданий. Я была на ферме. Проверила наше счета, денег там нет, а тебе спецуход нужен. Сегодня, завтра, если не заплатим, переведут в общую палату. А я ума не приложу, что делать. Ты деньги взял, хотел купить дом для Елены. Где они? Мне ничего не нужно. Ни палаты, ни лекарств. Денег на ферме нет. Я… Мы… Я просто ехал показывать. Обещал. Ясно. Обещал и брал. Уйди, пожалуйста, не мочи меня. Уйди, мне ничего не нужно. Нет уж. Я тебя вытащу. А там дальше сам будешь решать. Маш, привет. Алло, Дарьян, привет. Машка, слушай, посоветоваться хотела. Тимофей лечиться не хочет. Что делать? Ну, не хочет лечиться и не надо. Пусть сам теперь выкручивается. Ну, что значит сам? Мне надо тысяч пять евро на первое время. Сколько? У меня таких денег нет. Слушай, Ринуль, я… Я сейчас не в городе. Мне пришлось уехать на несколько дней. Давай я вернусь, мы с тобой встретимся и все обсудим. Ну, да, да. Я понимаю. Ладно. Позвоню Вадику, попробую у него занять. Вообще, я считаю, что ты с ума сошла. Он с тобой так поступил, а ты… Я прям не знаю, что сказать. Да, обнимаю тебя. Пока. Да. Да ты что, мать, я все бабки на машину потратил. Голяк полный. Да забей ты на него. Прости. Странно это. Ну, прости, родная, но… Ну, нет у меня таких денег. Ну, честно, нет. Рина, Рина! Здравствуйте. А, я тут на осмотре был. Рад видеть вас. Что с вами? Что случилось? С мужем? Нет, нет. Я просто вчера узнала, что фирма банкрот и на счетах ни копейки, а там только что сказали, что какая-то спецпалата и лекарства. Я совершенно, я не знаю, что делать. И я работать не могу пойти, потому что Павлику няню надо. Он в детском саду не может. Вы знаете, до сих пор по ночам кричит мама. И Ваня не понимает, что происходит. И я… Извините меня, пожалуйста. Да нет, ничего, ничего. Простите, сейчас пройдет просто нерв меня. Да хорошо, хорошо. Вы успокойтесь. Давайте я провожу вас. Пойдемте. Спасибо вам, Константин. Извините еще раз. Ну, ничего, ничего. Я все понимаю. Рина, послушайте. Вы только сразу не отказывайтесь. Давайте я вам помогу. У меня есть деньги. Нет, даже не начинайте об этом. Я возьму кредит. У нас дом хороший, машина. Я что-нибудь придумаю. И вообще, я вас совсем не знаю. И не в моих правилах посторонних людей нагружает своими проблемами. Ну, зря вы так. Отдали бы, когда смогли. А вот насчет постороннего, то… Мне кажется, я знаю вас намного больше, чем самые близкие друзья. Возможно, вы и правы. Но все равно нет. И даже не настаивайте. Ну, хорошо. Ладно. Давайте я вас отвезу куда-нибудь. Куда вам надо? Вот за это спасибо. Мне через час нужно быть в детском саду, забрать Павлика. А потом сразу в школу за Ваней. Прекрасно. Целый час есть в нашем распоряжении. В каком распоряжении? Какой час? Мы сейчас поедем пить кофе. Какой кофе? Проходите. Располагайтесь. Я сейчас. Костя, а кем вы работаете? А вы как думаете? Какие варианты? Даже не знаю. Может быть, путешественник и следователь? Так. Нет. Музыкант? Вы, наверное, писатель. А еще олигарх, адвокат, предприниматель или, как сейчас модно говорить, продюсер. Мне все намного скучнее. По профессии я инженер связи. А сейчас работаю каскадером. Каскадером? В кино? Да. С детства я люблю спорт. Экстрим всякий. Мотоциклы, скачки, гонки. Бег в мешках. Смешно. Я, может, поэтому в той аварии вырулил. Иначе бы… А сейчас предложили мне гореть в машине, прыгать с парашютом. Как-то так. Здорово. Ну да. Не, нормальная работа. Отличная. И платит неплохо. М? Да, конечно. Ставьте. Да, конечно. Ставьте. Ну да. Это… Таней. Которую я обречен, не шел под венец и даже с ней не обручен, Не прожил с ней ни единого дня, но нету родней для меня. Вот женщина, на которую я осужден, и карою той нисколечко не изможден. Свобода мне словно воздух важна, но выше свободы она. Вот женщина, на которую я заслужил, не тем, как жил, а чем всю жизнь нарожил. Пришел ко мне Бог взглянуть на ее портрет и выкурил пять сигарет. Мой добрый Бог, да я знаю и сам, что есть предел и твоим чудесам. Но, может быть, чудовыше и нет, чем странной любви этой свет. Но, может быть, чудовыше и нет, чем странной любви этой свет. А женщина, на фотографии, кто она? Это моя жена. Она умерла от рака. Извините. Да ничего. А я, в домохозяйка. Была. А раньше я мечтала работать в парфюмерной промышленности. Я химфак закончила, мечтала с меня ароматы создавать. А потом муж, ребенок и такой финал. Какой финал? Так это не финал. Это самое начало. Вот вы что любите делать? Я очень петь люблю. Я раньше вообще очень хорошо пела. Даже в консерваторию думала поступать. Прекрасно. Будете петь? Да ну, у вас вы какой-то оптимист неисправимый. Куда уж мне теперь петь? Поздно. Ну, вот подождите. Кто вам об этом сказал? Ну, кто внушил-то это? Муж? То есть, он считает, что вы должны сидеть дома в розовых очках, химичь на кухне, да? А он при этом будет с этой… Ребенок на стороне. Я не понимаю таких мужчин. Вы его не знаете. Он прежде совсем был другой человек. Так, давайте допьем ваш кофе. Пора уже за детьми ехать. Пойдем? Вань, возьми ключи. Хорошо. Давай, беги. Спасибо вам, Константин, за кофе, за то, что подвезли. Мы вам столько хлопот доставили. Да перестаньте, никаких хлопот. Ирина, я хотел сказать вам, вы очень красивая. Я, Константин, не хочу вам давать никаких надежд, никаких обещаний. У меня сейчас на это просто нет времени. Ясно. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok А ты чего не спишь? Мама, он что, с нами будет жить? Ну, не всегда. Слушай, мы должны ему помочь. Он маму потерял. Ты же у меня добрый мальчик. Все понимаешь, да? Ну, не вздыхай, не вздыхай. Давай на бочок. Давай-давай. Вот так. И глазки закрывай. Вот, мой хороший. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной. Кто у нас на очереди? Свиридов. Очень тяжелый. Всю ночь кровил. Ему срочно, наверное, операция потребуется. Ну, что ж, займемся. Что там по анализам? Вот его карточка. Виталий Александрович. Виталий Александрович, извините, одну минутку. Я хотела попросить вас не переводить в общую палату. Кого его? Щербакова Тимофея. Сегодня денег нет, но завтра я смогу все оплатить. Ага. Какое завтра? У вас уже все оплачено. И за палату, и за полный курс реабилитации. Все нормально. Вы меня извините, я спешу. У меня обход. Угу. Костя, здравствуйте. Рина, добрый день. Я же вас спросила, зачем вы это сделали? Я говорила, вам не надо. Вы знаете, а я посчитал, что надо. Рина, давайте увидимся. Ну хорошо, давайте увидимся. Только не сегодня. Просто мне не с кем детей оставить. Послушайте, ну оставьте на свекровь. Она мне больше не свекровь. Рина, я вас прошу, давайте уже пора жить своей жизнью. Да, возможно, вы и правы. Ну хорошо, давайте увидимся. Но лишь для того, чтобы обсудить, когда я смогу вернуть вам долг. Хорошо, конечно. Хорошо. Договорились. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Спасибо. Иди сюда. Вот, спасибо. А я уже думала, ты совсем меня отрезала. Меня и Тимочку. Я вчера была у него в больнице. Спасибо, что не оставляешь нас в беде. Не за что. Я же обещала. Ну, мальчишки, привет. Привет. Привет, мои хорошие. Привет, бабушка. Как дела? Хорошо. Ну, хорошо. Ну, пойдем. Мурчаю. Поболтаем. Я так соскучилась. О чем вы хотели поговорить? Я просто спешу и… Ну, о чем же я могу говорить, как не о семье? Я об этом слышать больше не хочу. Семьи у нас нет, так что говорить нам не о чем. Вы не беспокойтесь, я ребят вечером заберу. Ирина, Ирина, ну, послушай, так же нельзя. Ну, ну, ты ж должна меня понять. У тебя же тоже сын есть, Ванечка наш любимый. Ну, ну, если вдруг, когда он вырастет, ну, если вдруг, не дай Бог… Нет, нет, нет. Лидия Николаевна, вы не понимаете, если мой сын когда-нибудь, я повторяю, если мой сын когда-нибудь станет лжецом и будет обманывать любимую женщину, то я первая. Я буду первой, кто ей об этом скажет. И я ей не просто скажу, я не отстану, пока она не образумится. Вы и правда не понимаете? Вот все это время, пока вы молчали, его эта ложь все сильнее и сильнее затягивает. Я больше об этом говорить не хочу. Мне и так тошно. Так говорила я. Я кричала даже. Ну, что я могла сделать? Он ведь не маленький. Да и поздно уже было. Тима сказал, что не может уже отступиться, не сломав ей жизнь. Ей и ребенку своему. Ну, а как ты работу нашла? Взяла учеников. Пока никуда не берут. Время упустили. Да. Время упущено. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления в газете. Да, да. Опыт работы нет. Но у меня красный диплом. Да, да. Конечно. Спасибо. И вам всего доброго. Здравствуйте. Добрый день. Это вам. Мне? Что это? Ой. Ох. Какая красивая. Она теперь моя? Да. Вместо цветов. Я ее выпущу на волю. Так. Ну, лети. Ну, ну. Давай, давай, давай. Ох, полетела. Ох. На воле, пускай, кого-то всегда приятно. Вообще-то я хотела с вами встретиться, чтобы поговорить о деле. Да, слушаю вас. Я вам смогу вернуть долг примерно в течение года. Репетиторством. Ну, плюс-минус пару месяцев. Вас такое устроит? Бильярд. Скажите, вы в бильярд играете? В бильярд? Я думаю, вам нужно выйти из колеи. Понимаете? Ну, поймать другую волну. Другую волну? Да, ну, я просто по себе знаю, когда на душе тяжело, надо быстро переключиться. Я поэтому и спросил про бильярд. Действительно, я ведь никогда не играла в бильярд. Всегда очень хотела попробовать, но не играла. Замечательно. Значит, мы сегодня устраиваем день исполнения желаний. Что вы придумали? Ох. Ох. Береги ее, Боже, в дороге ко мне ль отменяй. Защити ее, Господи, мир все мрачнее и строже. Огради от безумия близких, от ловких меня. И от веры, что я ее Бог, упаси ее, Боже. Укрепи ее сердце, она так опасна добра. Сохрани этот взгляд, этот детский огонь удивления. Сатана не поймает ее на призыв серебра. Но чужая беда так легко ей подломит колени. Груз, доставшийся ей, не посилен для этих плечей. Но она донесет виноград, не попросится это. Не гаси ее, Боже, на свете немало свечей. Но как мало из них зажжено, так вот просто для света. Ну, я пойду. Сегодня поистине день исполнения желаний. Спасибо вам. Тебе. 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 Пока. Ирина Юрьевна, я переведу вам всю сумму на неделю вперед на карточку. Хорошо? Да, спасибо. И приезжать за ним не буду. Он у меня взрослый, так что будет сам. Хорошо. До свидания, Миша. Да, до свидания, до свидания. Подожди меня, пожалуйста, на улице. Хорошо? Ну что, какие успехи? Что скажете? Что-нибудь соображает он? Да, конечно. Я вообще считаю, он очень способный. А почему вы спрашиваете? Ой, вы знаете, у нас совершенно другой профиль с мужем. И мне совершенно непонятно его это увлечение. Мы пытались его отговаривать. У нас свой бизнес, сеть придорожных мотелей. И, конечно, со временем хотелось передать все дела ему. И тут мы видим, что человек увлекся этой химией. И упрямится в этом смысле. Ну и правильно, молодец. Пусть идет к своей цели. А вы его не сбивайте с пути. Вы думаете? Я уверена. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Скажите, Ирина Юрьевна, а вы где-то еще работаете? Пока нет. Не берут. У меня пока только три ученика. Угу. Хотите, я вам помогу? Чем именно? Мне сейчас как раз нужен ночной администратор в один из мотелей. Работа несложная. Сутки через двое. Нужно встретить ночных клиентов. Разместить. Занести белье, чай, кофе. Ну, все, что потребуется. Чаевые, разумеется, себе и достойная оплата. Хорошо. Спасибо. Я подумаю. Угу. Хорошо. Подумайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошо выглядишь. Красивое платье. Спасибо. Так, ну вот, вроде все в порядке. Завтра я приду пораньше. У меня дежурство до шести. И с физиотерапевтом я уже договорилась. Какое дежурство? Не важно. Ну да. Не важно. Действительно. Прости. Все теперь не важно. Тим, ты не хандрис. Знаешь, что врач сказал? Врач сказал, что физиотерапия поможет только в комплексе с правильным психологическим настроем. Я тебя прошу, помоги мне. Я завтра кресло привезу. Врач уже разрешил тебе сидеть. Да мне плевать. На твою психологическую помощь. Я… Зачем ты ходишь сюда каждый день? Живи своей жизнью, я же сказал. Никому не хочу быть обузой, тем более тебе. И не буду. Тимка, ты не хандри. Я… Я тебя вытащу, ты выкарабкаешься. Не вешай нос. До завтра. Музыка. 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 Так. Возрастает по мере того, как увеличивается различие в свойствах соединяющихся атомов. Что тебе здесь непонятно? Все понятно. Понимаешь, да? При такой схеме ионная связь можно считать простейшим видом химической связи. Честно. Минус машины. Давай. 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 Давай, давай. Ты чего тут пятизвездочный решила устроить? Смотри, привыкнут, работы не оберешься. Так, давай по-простому. Тут одни трудяги дальнобои и мутерброд зубы и на боковую. Чего выпендриваешься? Или что? Подзаработать хочешь? Натурой? Ну-ну. Так, надо связи с этим. Простейшим. Ой, не могу. Просто. Продолжение следует...